здравствуйте дорогие друзья здравствуйте добро пожаловать на мой маленький скромный канал сегодня в рубрике бесплатных обзоров я буду обозревать партизан советских и немецких данные партизаны они обосновались на втором боевом рейтинге что за советскую сторону что за немецкую сторону кстати обратите внимание острые козырьки и круто да круто ну давайте по порядку давайте начнем с советов посмотрим что это за ребятки чем они за вооружены и сравним оружие партизанское у советов и у немцев по советам внешность внешность головной убор так что это за берлин тут у нас такой москва головной убор кепка а также можно выбрать кепку другого цвета и шапочку касочку пилот очку еще одну касочку в общем не густо а где папаха с красной лентой и звездой а где гимнастерки где тельняшки где это все вот тут смотрите за москву чертова куча всяких разных пушлат тут смотрите вот еще какая-то куртка вот еще одна куртка вот еще один пушлат вот телогрейка ватная вот еще один бушлат шинель точнее или как правильно в комментариях поправьте вот с нагрудником очень 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 много и они почти все одинаковые данный отряд у меня почти почти прокачан позвольте я покажу улучшение этого отряда здесь не хватает двух позиций здесь ну а здесь здесь двух тоже не хватает это когда-то вы продаете но продавать я не собираюсь поэтому потом это все потом будет здесь вот как а по поводу немцев немцы у меня тоже почти почти прокачаны в первом случае во 2 во 2 вкладочки никак абсолютно ну уж как есть ребята извините пожалуйста но зато вот ппш-41 обрез выкачан почти практически в топ то есть можно улучшать далее так по поводу советских партизан перки посмотрим перки на данный момент три звезды имеет пока что максимальный уровень 13 8 11 да они прокачаны не полностью но что поделать да и похер господи кому какая разница а перки распределились я их поставил вот таким вот макаром вооружил я их топором а фляжкой бинокль а это это было уже тратил тоже был здесь тоже самое ну почти прокачан на всю давайте я вот вам вот все прокачан все получилось нормально у всех нет ни у всех да бог с ним подумаешь не суть не важно на на три звездочки на 3 за это ппш-41 у которого обрезали приклад и укоротили укоротили да по моему ствол укоротили кажись вот тут вроде как сварные шуи смотрите имеются я его не буду сравнивать ппш-41 который нормальный я его буду сравнивать вот с партизанским обрезком как и этот самый статы статы пока не смотрим это будут потом в табличках сравнивать вместе а давайте отправимся на полигон и посмотрим как они себя там чувствуют прибыли вот они хлопчики лопчики родненькие построились удерживайте позицию вот так вот они выглядят в обычной в обычной жизни пойдемте постреляем денек сегодня выдался прекрасный солнечный замечательно прицельные приспособления сойдет знаете но по мне так как то вот как то так не знаю не знаю постреляем пожалуй без этого без контроля отдачи уводит вверх очень сильно уводит вверх ну стрелять надо короткими очередями скорострельность бешеная для второго боевого рейтинга это прямо в решето в решето из решетит ой какой каламбур получился любую свою мишень а давайте посмотрим теперь на немецкую сторону чем же она может похвастаться а здесь как мы видим тоже пять членов экипажа у них тоже обрезки по способностям практически то же самое что и у советов вот ну есть куда расти есть куда расти по внешке вот допустим за москву что мы здесь имеем такое до фольк штурм не густо не густо за москву немцев как-то вот ну не очень много нежели чем у советов а вот если вы попадете по берлин то то же сахар потерь будет тоже самое будет зато немцы могут попадать он в тунис пожалуйста в артены в сталинград ржев острые козырьки я мое какой брутальный мужик потрясающе потрясающе просто ну супер супер так далее здесь топор как холодное оружие я его буду использовать то же самое заряд тратила фляга а тут нож но этим я не стал докупать зато у них у всех прокаченные оружие прокачано на три звезды ну допустим допустим внешний вид я уберу эту табличку внешний вид здесь немцы но не стали заморачиваться вот так вот срезали хер его знает где они это достали черт его знает мушка срезана тут смотрите даже вид видны следы от напильника обалдеть улитки и вот заморочились на таким на такой мелочухой заморочились это наверное чтобы не было больно жопа дырка задница мушку срезали все ой нет 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 что это что это я делаю давайте отправимся на полигон прибежали мы на полигон вот они суетятся все головные уборы прикольные знаете как бы там ни было не знаю мне мне понравилось мне понравилось прицельные приспособления вот смотрите просто прорезь просто прорезь и ничего так сказать лишнего нету это если советские партизаны их поймают этих немецких партизан чтобы не было больно жопа дырка задница шутки за 300 а ну-ка давай ее ее ей ну перков не хватает до перков не хватает а собственно говоря а собственно говоря что вам мешает стрелять короткими очередями да ну вот вернемся обратно в ангар и посмотрим на эти обрезки так сказать наглядно в табличках ну вот эти два обрезка перед вами немецкий и советский попробуй угадай какой где да хорошо а если сделаем вот так вот ну так вот более лучше более наглядно смотрите какая тема урон самое главное урон это ключевой момент 50 у немцев и 5 6 у советов вот это сука самое главное все что ниже не имеет никакого значения с тем стрельбы 1150 и там и там время перезарядки она практически одинаковая разброс тоже одинаковый контроль отдачи вот кстати новая строка добавилась 50 процентов да бог с ней я не знаю что это значит от чего проценты эти считаются херово поймешь вертикальная горизонтальная отдача идентичные но практически до практически советская версия весит на несколько сот граммов на 300 грамм больше но это не умаляет значение вот этого 5 и 0 поэтому мы потом это все увидим в бою и это все так будет бросаться в глаза что мама дорогая какого черта улитка ты делаешь добавь тоже 6 десятых немцам ну вот давайте посмотрим в рандоме попали мы москву на московскую карту и мы в обороне сидим немцы сейчас попрут попрут немцы готова есть 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 защищайте точку эту заходим быстренько заходим ой 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 хреново сейчас не будет если он меня заметит что я творю самоубийца кошмар то какой куда ты лезешь то под пули уйди отсюда дурень танк меня не видит слава богу слеп слепые танкисты а он уже мертвый не может он залезть сюда не может но теперь давайте посмотрим чем могут ответить немецкие партизаны кстати карта та же самая карта та же самая реально только немножко режим другой мы в обороне сидим чем ответят а чем ответят а чем тут отвечать отвечать да все мертвые уже все все партизаны мои мертвые продолжаем воевать партизанами к сожалению в этом бою у нас никто не строит респы к сожалению ну ладно мы не отчаиваемся мы партизаны советские нам не страшно ничего абсолютно а ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Уйдите к херам, блядь! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Партизаны! Ха-ха! Вперед! Партизаны, вперед! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Придурки! Вы чё, их, блядь, не видите, что ли? Ё-моё! И снова! И снова немецкие партизаны! Надо уходить отсюда! Плохая, плохая позиция! Плохая! Быстрей! Перелазь! По тому же... Как из этой херни целится? Кошмар какой! Пипец просто! Как из нее целится? Непонятно! Я не знаю! Мушки нету! Одна дырка эта, вот прорезь! Дебильная! Где тут все? Куда они делись все? Ир его знает, чем я, блядь, там стреляю! Говном каким-то! Ты чё? Обалдеть просто! Ну, приходится шкериться, да, вот так вот, приходится шкериться урона. Никакого нету! Почти! Немецкие партизаны, а? Польксштурм в Москве! А это же ППШ! Мне кажется... Ё-моё! Ну вот, где урон-то? Вот урон, да? Ну, только в упор! Всё! Вот и всё! Хорошо едем! Всё, приехали! Пляха-муха! Твою мать! Ёбаный в рот, блядь! Пипец! Сука! Ебей его, родственник! Вот это союзники! Вот это союзники! Свои там бегают? Да, свои! Охуенно, блядь! Потапа! Нет! Твоё... а стой ты мертвый же ну кто тут я один остался партизанский партизан никого капец всех положили секунду просто в секунду более партизаны партизаны вы такие партизаны урона почти нету никакого валим отсюда валим-валим-валим-валим да ё-моё и снова снова ольг штурм партизаны немецкие партизаны в москве а та же самая карта да я уже об этом говорил ну вот так вот такая вот такое вот совпадение понимаете вот так вот совпало ядрёна ты вошь партизанские действия а там еще кто-то был обалдеть а я незаметно ядрёна такс ну как их достать это таким пуколкой от этой своей а ну как их оттуда енда переключись ты вот как их то ё-моё готова ну подходи сволочи подходите сейчас я вас тут встречу блять да нет это бесполезно но белые маркера только и все а есть смысл туда бежать а я херва ну попробую давай я попробую если меня не заметят правда ну вот уже уж ушел а уже точку там захватывают ну как так то ебать блять вот оно лежало никто не ставит точки никто блять никто это что такое что за команда что у советов что у нас ну в тот бой в тот раз никто не ставил точки нахер блин уходим а блять лови подачу как же неудобно целиться из этого говна кто бы знал ну реально у кого-то получается напишите в комментариях пожалуйста как вы из этого целитесь я херва знает ну реально может быть это далеко не такие не то расстояние может быть надо поближе подойти и 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 С этим обрезком трубы. Ну вот-вот. Танк подстрелили. Да, блядь, откуда? Почему им так не везёт? Почему им так не везёт? Почему им так не везёт, блядь? Почему им так не везёт? Почему им так не везёт? Почему им так не везёт? Продолжение следует... 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 Продолжение следует...